Во-первых, я должен признаться, что я выступаю за создание комфортной среды по подсчётам моих коллег и по моим собственным, где-то уже на протяжении почти, не знаю, 40 лет. То есть этот термин родился не сегодня, не вчера, а достаточно давно. Сейчас некая-некая новая волна интереса, общественного интереса, интереса профессионалов к этой сфере. Замечательно, что это происходит в Красноярске. Красноярске, который отнюдь не обижен ничем в общем. Это город, который для многих является примером для подражания, отчасти эталоном. И город, конечно, с невероятным потенциалом и с очень сильной такой внутренней волей, как мне кажется. И основное, конечно, достоинство – это связь с природой, связь с природным ландшафтом. Связь с совершенно фантастической водой и с огромными, совершенно непрерывными массивами зелени. Это становится очевидным, когда вы движетесь по реке, по воде. Вот ни один другой город, по-моему, или, по крайней мере, таких городов очень немного, которые так отчетливо себя предъявляют из каких-то мест. Ну, из центров, в частности. Да, центром города является река, является вода. Если говорить о проблемах, ну, первая, первая очевидная совершенно проблема. Река должна быть не только доступна, она должна быть привлекательна. Да, да. Река должна быть не просто пространством для наблюдения, она должна вернуть людей, как бы, свое лона. То есть надо сделать все, чтобы в ней можно было купаться. Река должна быть теплой. Я думаю, что это как-то можно сделать. Наверняка можно найти некие технические способы, более дорогостоящие, менее дорогостоящие, для того, чтобы, в общем, снова люди чувствовали себя в центре, в центре города. Это фантастическое совершенно ощущение, да. Главным средством, главным инструментом правильного подхода, гарантированного подхода является создание документов. Документов, на основании которых эта практика может и должна осуществляться. Эти документы, во-первых, они должны быть понятны гражданам, согражданам. То есть они должны быть предъявлены в такой форме, которая доступна обывателю, не только профессионалам. Городам и горожанам надо объяснять, что происходит. Надо объяснять, что город нуждается не только в поддержании, но и в развитии. Развитие связано с целым рядом шагов, которые, на первый взгляд, могут показаться разрушительными. Но лишь на первый взгляд. Это задача профессионалов, это задача власти, этим надо заниматься. Второе, эти здания и строения должны являть собой очень подвижный материал. Это не должен быть один тип дома. Это должно быть великое разнообразие разного рода домов. И прежде всего нам, конечно, надо вспомнить, надо вспомнить о индивидуальном доме. Национальный жилой фонд, сосредоточенный в городах, на 80, больше, чем на 80 процентов, состоит из квартир в многоэтажных домах. Это не самый удобный, не самый эффективный тип такого жилого пространства. Людям, которые живут в этих домах, трудно договариваться. Эти дома дорого стоят, их не всегда просто поддерживать. Половина того, что сегодня строится в стране в целом, тот вклад, который идет ежегодно в общенациональный фонд, в жилой фонд, это индивидуальные дома, которые, к сожалению, лишены, в общем, заботы профессионалов, которые делаются, в общем, как-то самодеятельно и полупрофессионально. И вот в этой сфере нам необходимо уделить гораздо больше внимания и сделать ее предметом заботы, предметом заботы и властей, и архитекторов. Но я бы сказал, с ними не нужно бороться, с ними надо вести диалог. Сегодня, к сожалению, в большинстве городов, к сожалению, подчеркиваю, сложилась ситуация, когда баланс интересов. Так вот, существует, я думаю, что, в общем, отчасти оправданная точка зрения, что политика в области развития городов, в области территориального планирования, в сфере законодательства, та политика, которая формирует действующие законы, и локальные, и федеральные, она в значительной степени диктуется и определяется интересами застройщиков. Собственно, это и не скрывалось никогда. Но сегодня мы пришли в состояние, когда от 30 до 200 крупных застройщиков определяют политику в этой сфере и определяют облик наших городов, лицо наших городов. И это лицо нас, мягко говоря, не всегда, не всегда устраивает. Красноярск является известным случаем, в известной степени, в известной мере исключением. Все-таки уровень какого-то общественного контроля, контроль со стороны власти здесь гораздо выше, чем во многих городах. Виновата некая система взаимоотношений. Застройщику нельзя, не нужно доверять, скажем, решение задачи обеспечения достойным, комфортным жильем наших соотечественников. Это не их задача. Они руководствуются совершенно другими внутренними программами. Но им надо отвезти то место, в котором они будут правильно, эффективно и надежно работать. Им надо объяснить, наконец, что та ипотека, которая работала еще 10 лет назад, 5 лет тому назад, сегодня она исчерпала себя. Это не единственный способ, способ, если угодно, даже работы для них, что необходимо искать другие формы. Что необходимо развивать другие продукты, типа продуктов, арендное жилье, еще какие-то виды жилья, малоэтажное строительство. Сегодня им не надо рассчитывать на те безумные, бесконечные прибыли, которые они получали еще несколько лет тому назад. Они в своих собственных интересах должны реформироваться. И сегодня задача реформирования, разумного реформирования и строительной отрасли, и всего того, что с ней связано, всех надстроек и всех последствий, это первостепенная необходимая задача. Строительная отрасль у нас не реформировалась на протяжении последних практически 50 лет. Мы получили в наследие вот этот огромный стройкомплекс от Советского Союза, который был крайне неподвижен, неэффективен, который постоянно производил и постоянно производит еще вдобавок вот эти многоэтажные заборы, и которые дальше строить просто опасно. Он уже сегодня в моем представлении город-парк. И это его свойство. Мы необходимо всячески развивать и всячески поддерживать. Через законодательство, через генеральный план. В генеральном плане, как мне представляется, заложены все основания для того, чтобы город был таким. И здесь нужна политическая воля и совместное солидарное участие общества и власти. Общество обязано быть критичным. Профессиональное сообщество обязано быть критичным. В этом нет никакой опасности. Это как раз то, что обеспечивает некое равновесие, постоянной коррекцией действий. Это то, что нужно для города, для того, чтобы его движение носило, как сейчас принято говорить, устойчивый характер.